Партия Единая Россия Партия Единая Россия В том числе и я. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы, как журналисты, неравнодушные вроде бы к проблемам людей, озвучили, возможно, в более корректной форме мое сообщение у себя на канале. А может быть, передали это кому-то из знакомых в партии КПРФ. Может быть, услышат Единая Россия, и кто-то из них задумается. А может, дело дойдет и до проверок на местах, ведь по сути нарушается 141-й федеральный закон. Партия Единая Россия Из бюджетной сферы ЖКХ города Москвы. Из бюджетной сферы ЖКХ. Из бюджетной сферы ЖКХ. Из бюджетной сферы ЖКХ. Я уверен, что все любители Невского просто прошли бы мимо этого голосования, ведь святого и благоверного князя на Лубянке никогда не было. Да и Москва большая, всем найдется место. Но это не по финшую. И я промолчу, как нас заставляют подтягивать еще и родню с друзьями. А ведь есть не только сотрудники ЖКХ. Есть преданные солдаты Министерства обороны, которые вряд ли имеют большую свободу выбора, чем гражданские. Есть еще силовые министерства и ведомства. Есть забитые врачи с учителями, которых также гоняют на все голосования. Культура, наука, крупные госкорпорации, юстиции, прочие ветви власти. Не кнутом, так пряником. В сумме это миллионы голосов. И мне странно, нелепо, дико слышать от кого-то про демократию, свободу выбора. В принципе. Даже тот факт, что на кого-то не сильно давят, кого-то не заставляют еще голосовать под угрозой лишения чего-либо, для меня звучит как-то странно и непривычно. За нас все давно решает правящий класс. Это диктат капитала. А голосование просто верхушка айсберга. Я работаю в одном из жилищников Москвы. Чтобы понять, как устроено наше государство, достаточно посмотреть на нашу работу и окунуться в жизнь так называемых бюджетных организаций. Организации, которые содержатся на наши с вами деньги. Попытаюсь начать с кадров, нарисовать картину, кто и почему работает или не работает в жилищнике, префектуре, управе. Слова-то какие. Процветает тут кумовство. Не стесняясь, берут на работу родных и знакомых на высокооплачиваемые должности. При этом данные сотрудники ни сном, ни духом не представляют смысла и задач своей работы. Поэтому процентов 30 здесь это либо полуспящие пенсионеры, либо молодые люди после школьного возраста. Следующий 30 процентов это так называемые мертвые души. То есть люди, которых никто в глаза не видел, но они видят ежемесячно по 60-70 тысяч. Остальные контингент трудоголиков, на которых и ложатся все задачи. Отсюда вытекает шестидневная рабочая неделя по 10-12 часов в день. За официальную зарплату люди терпят многое. На самом деле деньги неплохие. Если ты имеешь жилье в Москве, то 60-80 тысяч вполне достаточная сумма, чтобы жить. Жить и терпеть. Терпеть работу в праздники и выходные без оплаты. Терпеть переработки. Терять работу не хочет никто. А мигрировать между жилищниками это, как говорят, шило на мыло менять. Отдельная история с использованием наших голосов для создания видимости демократии. Это различные голосования в сетях, в основном в фейсбуке. Как назвать станцию метро? Какой памятник поставить на площади? И никого не интересует твое мнение. Мнение есть одно, понятно чье, спущенное сверху. Показываем все это, отмечаемся. Многие в принципе не задумываются даже, за что голосуют, какая разница. С ковидом вообще отдельная история. Во время ограничительных мер все работали. Мало того, выходили на работу больными, общались с жителями. Переболели все или почти все. Тот, кто якобы работал на удаленке, тоже ходил в офис. При звонке из префектуры нужно было ответить, что ты дома. Прививки примерно по такой же схеме. Как баранов ведут на убой, вели всех в поликлинику на испытание. Согласие, дело десятое. А бедные мигранты вообще бессловесные животные. Причем сертификаты забирало себе управа. За них должны были получить некие вознаграждения. Даже если ты переболел ковидом и у тебя есть антитела, этого недостаточно. Нужно взять еще медотвод у врача участкового. Поэтому многие махали рукой и шли делали прививку. А если начать говорить о деньгах, которые здесь отмываются, то становится и вовсе страшно. И возникает вопрос, если воруют так здесь, как же воруют там? Ведь проработав здесь лишь недолгое время, я понял, что эта организация чем-то напоминает наше государство. Просто в других масштабах. И царек у нас имеется, градоначальник. В общем, можно рассказывать много и долго. Про банкеты, проводимые на праздники. Про артистов, причем недешевых. Про контракты и капитальные ремонты. Про закупки, про трату денег, вносимых жителями. Про невыплаченные зарплаты гражданам ближнего зарубежья. Можно дальше не продолжать. Понятно, куда уплывают средства. А впрочем, нужно сказать жилищнику спасибо. Открыли глаза на многое, что происходит в стране.